Мы продолжаем телевизионное утро на канале «Россия-1». Сегодня пятница, тринадцатая, и я желаю вам удачного завершения рабочей недели. Что вы увидите далее в нашей программе? А далее у нас самая полезная рубрика «Сад-огород». А еще мы поговорим о том, что если у вашего ребенка есть проблемы, мы связаны с логопедией «Куда вам бежать?» Ведь накануне новый учебный год. Об этом чуть позже, а сейчас прогноз погоды на нашем канале. По Карачаево-Черкесии кратковременный дождь. Гроза в отдельных районах. Сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем 24, плюс 29. В горах местами плюс 17, плюс 22. В Черкесии грозовой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 27-29 градусов тепла. Совсем скоро в этой студии появится моя очаровательная гостья. А сейчас в эфире наша традиционная и, надеюсь, очень полезная для вас рубрика «Сад-огород». Ведь все наши рекомендации, советы, которые дают герои этой рубрики, очень легко применить на практике. Сегодня речь пойдет о томатах, то бишь помидорах. Как их подвязать, удобрять, спасти от нашествия вредителей, расскажет моя коллега Ольга Савенко и ее герой. Мы находимся на даче у нашего знакомого садовода Виктора Денисенко. И сегодня мы будем учиться посынковать помидоры, подвязывать их и говорить о том, как защитить от вредителей. Правильно? Да, абсолютно правильно. У нас сейчас август месяц. В принципе, сейчас по среднему многолетнюю мы должны уже собирать помидоры. Ну, в связи с тем, что у нас было холодное лето, такая средина дождливая, помидоры задержались в развитии. Хотя, говорит, так, по среднему многолетнюю мы сейчас должны уже вовсю собирать помидоры, но сейчас они только-только начинают зреть. И вот те операции, которые мы сейчас будем проводить, они как раз помогут нам, во-первых, ускорить созревание, во-вторых, увеличить количество помидоров и в объеме, и в количестве. Начинаем мастер-класс. Ну, насчет мастер-класса не знаю, но как пасынковать помидоры я, наверное, попытаюсь показать. Для начала осматриваем наши помидорчики и находим пасынки. Боковые побеги, которые растут из пазухи листьев. На мой взгляд, я так, по крайней мере, считаю, что, значит, часть пасынков нам можно оставить, часть можно удалить. Что мы можем оставить? Первое. Ну, вот видите, у нас есть пасынок, на котором есть уже соцветия. То есть, вот у нас есть пасынок, на котором есть небольшие цветочки. Они, значит, нам... Ну, мы оставляем этот пасынок, потому что он имеет уже большой размер, значит, на нем есть, вот я еще раз говорю, цветы, значит, и он нам принесет какие-то плоды. Есть пасынки, которые, значит, еще очень долго будут развиваться. Мы берем их, просто уничтожаем. Берем, отрезаем один, берем, отрезаем второй. А обламывать их нельзя? Обязательно срезать надо? Значит, можно обламывать, но иногда, значит, у нас, получается, помидор отдирается кожицей, и получаются вот такие вот вещи, понимаете? Они оставляются, и есть возможность для развития болезни, поэтому лучше обрезать. Помидор у нас вообще растение детерминатное, то есть, оно будет расти очень высоко. То есть, пока есть опора, оно будет опираться на нее и долго-долго, значит, расти на сверху. Поэтому, значит, наша задача создать для помидор дополнительную опору. Каким образом? Методом подвязывания. Вот здесь вот я подвязывал довольно давно уже, видите, вот эта часть, она отросла, очень плохо держится на стволе. Вот она часть у нас, которая не подвязана. Есть возможность, что при развитии плодов она будет наклоняться и оторвется от основного ствола. Для того, чтобы это не произошло, мы проводим подвязывание. Как я уже говорил, что у меня вот есть такая вот мягкая эластичная веревка. Это может быть все, что угодно, значит, есть, продаются специальные в магазинах. Можно использовать что-то, все, что есть в хозяйстве. В принципе, то, что есть, значит, мы можем использовать. Мы забираем вот эту часть и фиксируем вот здесь вот ее раз. Теперь смотрим вот эту часть. Эта часть тоже нам должна быть зафиксирована. Мы дополнительно фиксируем вот эту часть. Ну и для того, чтобы вот эта часть у нас тоже не телепалась, то есть она была зафиксирована, мы сейчас тоже здесь подвяжем. А притягивать сильно надо или не очень? Да можно не сильно притягивать, то есть, но все зависит от того, допустим, вот эту часть можно будет привязать еще посильнее, потому что когда подойдет нижняя часть, подрастет, я еще раз буду это обрезать, еще раз ее фиксировать. Поэтому, значит, ну, натяжка вот обычная, чтобы между стволом и опорой свободно проходил палец. Тогда оно будет, не будет и телепаться, оно будет держаться, и наш помидор будет зафиксирован. Осматриваем каждый кустик, убираем лишние листья, подвязываем стебли и внимательно осматриваем плоды. Когда мы проводим подвязку и обрезку помидоров, мы внимательно смотрим на то растение, с которым мы занимаемся, потому что сейчас у нас разгул для вредителей и болезней. Одни из основных, вот распространенных у нас, это фитофтороз, это грибковое заболевание. Ну и, соответственно, из вредителей это у нас совка. Это гусеница, которая сверлит наши помидоры. Вот здесь вот в качестве образца я ношу. Здесь находится вот совка. Это гусеница, которая у нас фактически вывела всю мякоть помидора, и превратила его в источник болезни, ну и, в принципе, в негодный продукт, которым мы воспользоваться не сумеем. Значит, чтобы показать этого вредителя, сейчас попробую достать его отсюда и посмотреть, что у нас получилось, значит, в составе этого. То есть, что сделал этот наш нетоварищ. Вот видите, помидор вот так вот испорчен, а вот наш друг-вредитель. В принципе, в этом году этих гусениц не так уж много, а вот в 2019 году было просто нашествие, и, значит, ну, фактически каждый второй, каждый третий помидор был испорчен. Бороться с этим вредителем, ну, как рекомендуется у нас, это очистка участка от застарелой листвы, значит, глубокая перекопка, но, в принципе, сейчас на данной стадии это только химическая обработка. Обрабатывать, конечно, помидоры не хотелось бы, потому что мы скоро их сейчас будем употреблять в пищу, значит, а это химикаты, сильные химикаты. Ну, и поэтому, если их там несколько, один-два на участок, то проще их отбраковать и выкинуть. Если уже количество, значит, этих вредителей зашкаливает, то, в принципе, придется обработать, собрать красные бурелые помидоры, а вот зеленые, которые потом будут 10-14 дней доходить у нас, оставить и обработать химическим способом, потому что другим образом избавиться от этого вредителя, в принципе, невозможно. Не забудьте, опрыскивать помидоры лучше всего ранним утром или вечером, когда активность солнца снижается. В противном случае листья могут получить ожоги. А вот какой препарат для этого выбрать, каждый решает сам. Проконсультируйтесь со специалистом. Ну что ж, дорогие друзья, едем дальше, видим, вернее, не видим, а давайте мы сейчас вспомним с вами замечательную старую комедию, Ролана Быкова, которая называется «По семейным обстоятельствам», где превосходный Ролан Быков исполняет роль такого же превосходного логопеда, который говорит маленькой девочке. «Февочка, скажи «лыба», «лыба», – отвечает девчонка, – «нет, февочка», – скажи «лыба». Все это было очень смешно и забавно в фильме, но если ваш ребенок не выговаривает половину букв или умудряется каким-то образом переставить их в слове или просто не обладает соответствующим его возрасту словарным запасом, что делать? Ведь ему через буквально каких-то две недели идти в первый класс. На эту тему сегодня мы будем разговаривать, будем говорить с моей очаровательной гостьей, детским психологом, детским логопедом Аидой Уртеновой. Доброе утро, Аида. Доброе утро. Большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию, когда вас ждут ваши маленькие пациенты. Спасибо большое. Итак, в каком возрасте родители должны обратить внимание на то, что их малыш не выговаривает какие-то буквы? К пяти годам, в принципе, словарный запас в основном для ребенка сформирован. К семи годам он не позволяет. То есть, если норматипично развивающийся ребенок, и все в норме у него, тогда у него не должно быть перестановок в слове, в слогах. Он должен произносить все звуки, но обратить на это внимание стоит немножко раньше, потому что в два года все фонемы ребенок должен слышать. Тут, наверное, надо оговориться и объяснить, чем отличается фонема от звука. Потому что фонема – это звук, вовлеченный в слово, в смысл. А если просто там М и Р – это просто три звука, произнесенных нами, то М и Р – это уже фонемы. И тут мы должны говорить о фонематическом слухе и фонематическом восприятии. Вот в два года мы еще говорим о фонематическом слухе, когда ребенок начинает различать все звуки. Вот к двум годам все эти звуки он должен различать. Все звуки, которые есть в языке. Но вообще какие-то стандарты существуют? Конечно. В каком возрасте ребенок должен заговорить? Ребенок должен в возрасте год и два выдавать уже первые слова. Год и два, год и три, год и восемь. В два года такая фразовая речь должна быть и у мальчиков, и у девочек в норме. Фразовая, то есть более-менее сложная, да? Два слова. Я иду, мы купим, что там у них чаще всего еще бывает, он обидел. Да, и мне. Да, и мне это самое первое, что должно быть, и оно сказано ребенком, и чаще всего это говорится. То, что взрослые иногда говорят, ой, мой ребенок в семь-восемь месяцев говорил, мама, папа, тя, ня, дада, нана. Это тот период, который мы называем лепетный, да? Когда ребенок лепечет, он пробует артикуляционный аппарат, свое дыхание, на вкус как будто бы, он как будто бы пытается понять, что с этим можно сделать. И он понимает, о, я могу и так, и так, а из этого может получиться вот это. Но этот период заканчивается где-то годом, годом и двум. И вот тогда после года, года и двух появляются первые осознанные слова. Что может явиться причиной тому, что ребенок не выговаривает буквы, переставляет их местами в слове? Ну и вот, наверное, самая так актуальная проблема сегодняшняя, что у него очень маленький словарный запас. На момент даже вот там, когда он пойдет в школу или там в детский сад. Тут проблем может быть очень много. Ребенок в первую очередь может быть в психотическом состоянии, на которое обычно никто не обращает внимания, потому что в роду там на семь поколений назад необычных не было, ну скажем так. Но мы должны понимать, что современный темп жизни, он не позволяет. Ребенок сидит бесконечно в гаджете, который в принципе от него не требует никакой обратной реакции. Он взял, у него есть свой мир, который там, и который от него вообще ничего не требует. Но когда он выходит в этот мир, от него требуется то, к чему он не привык, чего он не знает. А если там есть некая органика, органика это органическое поражение коры головного мозга, или есть некоторые нарушения, которые заложены еще в период формирования ребенка в родах, если травма была, гипоксии, кровоизлияние, все это влияет на структуру работы мозга. Это может повлиять в первую очередь. Во второе, если фонематический слух все-таки не развит, он не различает фонемы, не различает речи. Как мне поподробнее вам об этом объяснить? Попроще желать. Да, попроще, да. Ребенок сначала начинает различать звуки окружающего мира, и самым последним он начинает различать звуки речи. Обратите внимание, слышит ли он звуки окружающего мира, на каких частотах он его слышит, как громко надо сказать. Бросайте за ребенком что-то тяжелое, оглянется он или нет. Это очень важно, чем раньше выявляется. Бывают такие случаи, когда ко мне приходят в три года, в два года, и потом выясняется, что у ребенка тугоухость. А никто не обращал внимания, потому что он вот смотрит в гаджет, ну и вроде как обычный ребенок такой же, как и все. Реагирует чему-то, радуется, но никто не обращает внимания на то, что там зрительное, да, там как-то его стимулирует зрительное восприятие, но не слуховое. Психотическое состояние ребенка может быть вызвано органическими поражениями или особенностью склада характера. Ну, упрощенно, безусловно, я об этом говорю. И на это надо обратить внимание. Если ребенок замыкается в собственном каком-то мерке, и его тяжело оттуда вытащить, если всякое соприкосновение с ним, не обязательно телесное, но и вербальное, вызывает болезненную реакцию, это надо обязательно посетить, в первую очередь, психиатра. Как бы страшно это ни звучало, но лучше исключить такие возможности. Говорите с ребенком, говорите не то, чтобы бесконечно, а размеренно глядя ему в глаза, чтобы он видел ваш артикуляционный аппарат. Играйте в потешки. Не просто так у всех народов они есть. Это ритм, это интонация, это самые простые слова. И это обычно взрослый напротив. И ребенок может видеть его лицо, и может видеть его артикуляцию. Вот родители заметили, что у ребенка к 2-3 годам появились какие-то эффекты речи. Куда бежать? Как правило, наши современные мамы-папы временем достаточно не обладают. Им нужна будет помощь, помощь специалистов, таких как вот вы. В каком возрасте, с какими проблемами к вам можно приходить? И приходит ли, и чаще всего какая проблема встречается в вашей практике? Ко мне лично все чаще и чаще приходят неговорящие дети. Ну это в связи со спецификой моей работы. А детки, которые приходят ко мне со звуковкой, они у меня как будто бы такая отдушина. Потому что работа с дезартриками или с лаликами, она уже давно отработана. И схема работы уже знакома. Поэтому, к сожалению, даже неговорящих детей приводят очень поздно. Приходят в 3-4 года. Приводят ребенка, допустим, в 6 лет, когда уже ребенка готовят к школе, а он не обладает достаточным запасом знаний и навыков. Он должен знать, что есть антонимы, синонимы. Подбирать слова, они обязательно от них те же, не только одно слово. Это может быть и чашечка, и кружечка, в конце концов. Чтобы он вычленил то, что максимально подходит. И выстраивал свою речь. То есть вы обратите внимание, где конкретно у ребенка западает. То ли ему тяжело подобрать слово, и тогда вы работаете над тем, чтобы расширять словарный запас. То ли у него эта линейность страдает. В этом вам, конечно, скорее будут разобраться со специалистом быстрее. Ну, все-таки, как говорится, проблемка-то в родителях, если их ребенок не обладает словарным запасом. Ведь мы говорим с вами, он должен, он должен, он должен. Ну, как же он может быть должен в 2-3 года? Это родители скорее должны и вовремя углядеть причину, проблемку. И вовремя отреагировать. Можно я что-то скажу в защиту родителей все-таки? Говори. Потому что мы не знаем, что... Мне когда говорят, ой, мама не занимается, мы не знаем проблему ребенка. С одной стороны, ребенок может быть очень проблемным, а с другой стороны, мама может быть не в ресурсе. Ну вот просто от слова совсем не в ресурсе. А что вы имеете в виду? Обузять ребенка... Мама не в ресурсе, это как? Вот объясните. Ну, у нее нету сил. У нее нету сил справиться с его эмоциональным всплеском. У нее нету сил, чтобы справиться с его отрицанием. У нее нету сил, в конце концов, справиться со своими собственными эмоциями. На самом деле, ну, как бы там настолько все глубоко и все неоднозначно. Безусловно, на родителях есть ответственность. Желательно к родительству подходить максимально ответственно. Особенно в наше время, которое диктует, ну, прям крайне высокие стандарты детям и взрослым. Но мы же еще не в этом состоянии. Мы еще не в том состоянии, когда человек в состоянии отследить, ну, зачем он это делает. Все психологи, которые сейчас говорят об осознанности, они говорят о том, чтобы мы знали, с какой позиции мы чего-то хотим. Если женщина по определению созависимая, или зависимый такой тип характера, ей нужен кто-то, кому она будет себя отдавать. Но не так, как положено матери. Она должна быть в сцепке с кем-то, чтобы сохранить себя. Но об этом правда, это за пять минут не расскажешь. И они нередко рожают ребенка именно для того, чтобы быть не одной, быть значимой. А для себя? Да, не только для себя, а они же обычно как действуют. Я уже не буду таким родителем, каким были мне мои. И я буду другим, я буду заботливее. А у нас заботливее, это значит больше позволять. Никогда не говорить «нет». И люди впадают из одной крайности в другую, не видя, что, в принципе, мир полярен, и где хорошо бы держаться где-то посередине. Это, ну, это другой взгляд на мир, это другой образ жизни. И он, к сожалению, в большинстве своем нам недоступен, если мы не работаем над этим. Мы все равно с вами, я думаю, в одном мнении сходимся, что чтобы избежать проблем у таких детских. Да, лучше отслеживать. И я еще, знаете, почему хочу сказать, у нас может быть такое, такие случаи, которые меня на самом деле очень тяготят, что ребенок в полгода голову не держит. Педиатр, невролог могут сказать, он ленивый. Что может сказать молодая мама, которая, ну, первый ее ребенок? Она кому поверить, специалисту? Но я лично не верю в то, что ребенок может быть ленивым. Если вы позволите, я приглашу вас к разговору еще на одну тему. Насколько она вам понравится, уже вы сами решаете. Но меня, как и очень многих, ну, скажем так, возрастных мам, так сказать, заботит ситуация, которая складывается в нашем обществе. Она касается молодых мамочек. Вот очень часто душа разрывается буквально на части, когда вижу на улице мамочка тащит этого малыша трехлетнего, у него тут подмышка или там на ухе у него гаджет, там важнейший разговор о каких-нибудь, ну, ерунде по большому счету. Но малыш разрывается, она его то шлепком, то тычком пытается успокоить. Не реагируя никак на этого ребенка, что происходит с молодыми мамами. Конечно, я не говорю поголовно обо всех, но есть вот такое, я вижу. Такое явление есть. Есть. И оно беспокоит, в общем-то, очень многих. Если мы говорим о подобных явлениях, то оно должно беспокоить, потому что базовая функция родителя на самом деле не научение звуков. Мы как сказали, что даже взрослый может подкорректировать. Базовое, если вы хотите своего ребенка видеть счастливым, это чтобы ваш ребенок отражался в ваших глазах. Потому что ребенок рождается, и он ничего о себе не знает. Вообще ничего. Он у зеркала учится, какие у него брови, какие у него руки, какие у него губы. Он рисует свой образ в зеркале, а его психический образ на самом деле рисует мама. Иногда папа. В общем, мы согласны. Да. Спасибо вам большое. От души благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Надеюсь, что наши телезрители для себя сделали правильные выводы, услышали нужную для себя информацию. В завершении я хочу сказать, что сегодня вечером в 17.15 в программе «Добрый вечер, Республика» вас ждут интересные путешествия в одно из самых красивейших мест Крачево-Черкесии и очень сладкие истории. До свидания. Удачного завершения рабочей недели.